В организации летних работ подростков нарушений не выявлено. Центр занятости населения проверил учреждения и предприятия, которые предоставили рабочие места несовершеннолетним на период каникул. Все нормы и правила, которые применяются при трудоустройстве детей, работодателями соблюдаются. Метлу в руки, жилетку на плечи и за работу. 17-летней Ларисе наводить порядок на улицах города в радость. Четыре часа в день, проведённые на работе в чистом городе, проходят не зря. Мы ходим по улице, мы видим, насколько у нас грязный город. И потом, когда после работы проходишь, видно, что гораздо чище стало и приятнее становится. Мы собираем мусор, косим траву. В основном делаем город более приятным на вид. 21 рабочий день и в кармане честно заработанные деньги. Лариса планирует купить на них канцелярские принадлежности к школе и финансово помочь семье. Такую возможность имеют ещё 443 подростка, которые трудоустроились на время каникул. В этом году наибольшее количество рабочих мест предоставили чистый город, Наринмарский авиаотряд, центральная поликлиника Заполярного района и Ненецкая окружная больница. В основном всё на территории больницы. Песочек убрать, там где-то бумажки какие-то, может быть. Сегодня убирали вот эту территорию, тут так обошли немножко. В принципе, работают нормально. Поскольку больница считается предприятием с вредными условиями труда, другой работы, кроме благоустройства территории, детям не предлагают. Вообще существует целый ряд ограничений, которые применяются работодателями. К примеру, детям нельзя поднимать груз больше определённого веса, продолжительность дня не может превышать установленных часов. Если подросток работает в сфере уборки помещений, запрещено использовать определённые чистящие средства. То, что я увидел, всё соответствует нормам. Подростки находятся под присмотром, занимаются достаточно лёгким трудом. Если есть какой-то труд, связанный с эксплуатацией техники, которая может нанести здоровье, в частности, триммер, ну вот это приспособление для скоса травы, то мы видим, что и занимается работник предприятия, а не подросток, специально подготовленный. То есть пока никаких нарушений я не увидел. Всего в преддверии летних каникул в Центры занятости населения подали заявки 865 детей, 443 из них трудоустроены. Организации и учреждения, принимающие на работу подростков, получат компенсации из окружного бюджета при обеспечении рабочими местами не менее 10 детей. На эти цели предусмотрено порядка 20 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2016 году. Валентина Чибичик, Леонид Шушелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова